Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию к Тимофею, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обозрение 4 главы. В этой главе первоверховный апостол Павел 1 предсказывает о страшном отступничестве от веры, то, что в православной традиции называется апостасией. Об этом с 1 по 3 стих. Второе. Рассматривается вопрос христианской свободы. Об этом с 4 по 5 стих. Далее. Третье. Дает апостол Павел Тимофею несколько указаний, относящихся лично к нему и его учению, а также к тем, кто находился на его попечении и ждевении. И 6 стих. И до конца как раз рассматривается эта тема. Итак, первая тема. С 1 по 3 стих. Предсказание о страшном отступничестве или о всемирной апостасии. И мы читаем. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Что значит «дух же ясно говорит»? Имеется в виду Дух Святой, который был принят первыми христианами в день Святой Пятидесятницы, и он говорил в пророках о церкви. Сейчас нет необходимости в служении пророков. Это служение совершалось, пока не было оформлено написание книг Нового Завета. Как в 13 главе 1 послания к Коринфянам сказано, что пророчества прекратятся. Мы имеем сейчас вернейшее пророческое слово – это Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и мы не ждем никаких новых пророчеств от Бога. И когда здесь говорится, что дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, речь идет о том, что Дух Святой предупреждал христиан, что не так все просто. И это относится к последним временам. Последнее отступление от веры, последняя апостасия, она как раз будет способствовать воцарению Антихриста. Как патриарх Кирилл однажды на проповеди сказал, «Нравственная и моральная тьма так сгущается в современном мире, что она может ускорить воцарение Антихриста». И это совершенно точно. Сказано, что некоторые отступят от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Некоторые в данном контексте – это все-таки большинство. Потому что Христос говорит, Сын Божий, Сын Человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле? Здесь обращает на себя внимание то, что сказано, что это отступление произойдет под влиянием духов обольстителей и учений бесовских. Таким образом, мы видим, что ереси, они не являются чем-то человеческим. Духи обольстители предлагают еретические мысли, настроения, раскольничьи мысли и настроения, и возникают ложные учения, которые Библия называет учения бесовские. И далее второй стих. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». «Лицемерие лжесловесников» – здесь речь идет о людях, которые внешне могут исповедовать ортодоксию, то есть православие. А на самом деле, так как у них сожженная совесть, за этим их лицемерием будет скрываться именно та или иная ложная концепция, какое-то учение бесовское. Слово «ортодоксальный», «православный», оно известно не только в Восточной Церкви, но и в Западной Церкви, в Римно-католической. И на Востоке и на Западе этим термином обозначалась твердость вероубеждений. Вот как сейчас могут сказать, что это христианские фундаменталисты, и вот на христианском Западе и Востоке католики могли сказать «мы католики, потому что придерживаемся ортодоксальных, то есть православных вероубеждений». Или на Востоке могли сказать «мы кафолики, православные, потому что придерживаемся именно этих православных, ортодоксальных вероубеждений». Поэтому в самом этом термине «ортодоксия» содержится свидетельство о твердости вероубеждений. Не случайно, что Честертон, который был римокатолик, своим убеждением принимал участие в полемике с атеистами и протестантами. Главную свою книгу он назвал «ортодоксия», то есть твердость убеждений. И только люди, которые сожжены в своей совести, они могут себе позволить отойти от ортодоксии. Ортодоксия в нашем случае и западной и восточной церкви – это верность отцам церкви. И для нас самый актуальный девиз – это девиз «назад к отцам». Отцы церкви – это авторы, жившие с I по VIII век, которые имели статус отцов церкви. Только они являются полные выразители веры церкви. Только они дали нам правильное понимание и истолкование Священного Писания. Поэтому истина пребывает в согласии отцов, а не в межконфессиональных каких-то интригах или юрисдикционных вопросах. Конечно, нет. Православие – это вера прежде всего. А оформляться она может по-разному. Иногда ортодоксальные взгляды могут высказывать даже люди некрещённые. Но если то, что они высказывают в согласии с верой отцов и Священного Писания, то это истина. Как и апостол Павел пишет в послании к римлянам, что язычники, не имеющие закона, по природе законные делая, всем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах, о чём свидетельствует совесть их. А здесь люди, сожжённые в совести своей, они могут внешне проявлять ортодоксию. На самом деле они лжесловесники. Что значит лжесловесники? Они манипулируют словами. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Здесь говорится о том, что под действием злых духов возникнут учения бесовские, когда духи обольстители, они собьют людей, христиан, с истинного пути. И эти ложные учения бесовские будут бросать вызов христианской семье, запрещающих вступать в брак, прочитали мы, и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть будет бросаться вызов семье прежде всего, семья будет объявлена главным объектом нападения, традиционная семья, папа, мама и дети, и будет делаться всё, чтобы разрушить её. Почему? Как любой храм состоит из множества кирпичей, которые в основании храма и в основании стен храма, так и Вселенская Церковь, она состоит из христианских православных семей, христианских православных, то есть ортодоксальных семей. Семья – это ячейка Вселенской Церкви, наиболее устойчивая и наиболее древняя, так называемые домашние церкви. Как я часто объясняю, первые христиане четыре столетия не имели никаких храмов. Они собирались по домам, а некоторые шесть и семь столетий зависят от региона, и церковь существовала в формате домашних церквей, так называемых домашних церквей. И вызов семье – это попытка как бы вынуть кирпич из здания храма. Сегодня один кирпич, завтра второй, третий, четвёртый, возникают разные альтернативные семьи, которые бросают вызов традиционной семье, и в конце концов здание посыпется. Да, Христос сказал в Кесарии Филипповой, об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 глава, что врата ады не одолеют церковь. Но тот же Христос сказал, что придя на землю, обрящет ли он веру на земле? А в книге Откровения сказано, что Антихристу будет дана власть победить святых. Да, церковь сохранится, но в таком виде, что Сын Божий едва ли найдёт её на земле. Здание, внешнее здание будет разрушено, кирпичик за кирпичиком. Поэтому, пока есть христианские семьи, мы сохраняем верность ортодоксии, по мере их сокращения, разрушения, мы приближаемся к апостасии в её развитии. В каком смысле будут запрещать вступать в брак? В традиционный брак. Уже сейчас такое понятие, как бракосочетание, заменяют понятием партнёрства. партнёр номер один, партнёр номер два, есть такие смешанные семьи, партнёр номер три, даже четыре. Отменяется понятие пола, и это всё вызов Бога созданному миру. Будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Это, скорее всего, указание на то, что от естественной пищи будут переходить к искусственным питательным веществам, которые не произрастают на земле, которые производятся в каких-то фабричных условиях, и вот этим искусственным будут кормить себя, своих детей, и синтетическая пища будет менять природу нашего тела. Уже сейчас многие работники полиции обращают внимание на то, что трупы не разлагаются в земле. И когда полиция участвует в эсгумации, ну, по каким-то судебным решениям, и эсгумирует тела, тела сохраняются. Земля не принимает эти тела, потому что то, что эти люди употребляли в пищу, оно не соответствует природным началам. И природа не принимает то, что искусственно, синтетически создано и противоположно ей. А мы должны отстаивать святость традиционного брака, держаться здорового образа жизни, то есть употреблять в пищу то, что Бог сотворил, а то, что возникает в результате генной инженерии, синтеза химического, это не принесет нам блага. А когда мы живем естественной жизнью, мы благодарим Бога, как познавшие истину и вкушающие благо земли с благодарением. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 38-39 стих сказано, «Ибо как было во дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого». Но любой скептически настроенный человек скажет, «А что это за предсказание?» «Как было во дни перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж». А люди всегда едят, пьют, женятся и выходят замуж. На самом деле эти слова Христа говорят нам о том, что люди не то ели, не так пили, не так женились и не так выходили замуж. Само по себе вот это удвоение «женились и выходили замуж» казалось бы, после слова «женились» избыточным является сказанное «и выходили замуж». Речь идет о том, что во взаимоотношениях между полами будет некое такое искусственное синтетическое равенство. не только мужчины будут брать себе жен, жениться, но и в угаре эмансипации феминизма женщины будут выходить замуж, брать мужчин или выходить замуж за таких же женщин, как и мужчины за мужчин. Архиепископ Аверкий Таушев пишет «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Под последними временами здесь разумеется не обязательно последние времена в узком смысле слова, которые наступят перед концом мира и вторым пришествием Христовым, а последние времена в широком смысле слова, под которыми и здесь и во многих других местах подразумевается последняя эпоха существования человечества, эпоха, наступившая на земле со временем пришествия в мир Спасителя мира и совершение им своего искупительного дела спасения человеческого рода. Об этих лжеучителях апостол предупреждал еще эфесских пресвитеров в своей личной прощальной беседе с ними. Апостол Павел говорил «По отшествию нашим, то есть когда эра апостолов окончится, в церковь войдут лютые волки, нещадящие стадо». Далее Владыка Аверкий пишет «Под привратными разговорами разумеются всякие ложные учения, противные духу истинной веры, как происходящее от бесов, но были в эфесе и в собственном смысле слова учения бесовские, о чем говорится в книге «Деяний». Конец цитаты. Действительно, в те времена было очень много магов и колдунов, как и в наше время это движение, оно возрождается, сейчас создают профсоюзы, ведьм и так далее. И обращенные магии колдуны, обращенные ко Христу под влиянием апостолов, они собрали все свои книги колдовские и сожгли их. И кто-то посчитал, какая стоимость этих книг, это была огромная сумма. Но эти люди отверглись дьявола, злых дел его, служения его и ангелов его и исповедовали Христа. Учитель церкви Тертулиан пишет, «Еретические учения есть человеческое и бесовское, внимающее духом обольстителем. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие и избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых?» Здесь отсылка идет к первому Коринфянам, первая глава, 20 и 27 стих. Далее Тертулиан пишет, «Философия, предпринимающая дерзновенное исследование естества божества и судьба его послужила орудием этой мирской мудрости. Она произвела все ереси». Это из трактата Тертулиана о предписаниях против еретиков. Итак, самое серьезное заблуждение отступников – это попытка исследовать естество Божие. И не так давно прогремела программа коллайдера и были затрачены огромные деньги и не только Европа и Америка, но и Россия принимала участие в этом исследовании. Они хотели открыть частицу Бога с помощью коллайдера, как бы уловить и открыть частицу Бога. Невежественные люди. Похоже, они никогда не заглядывали в Библию. Бог есть Дух. В Боге нет никаких частиц. Объективно Он только Дух. Даже в соединении во Христе Божественного и человеческого, хотя это происходит в единой ипостаси, и хотя это все нераздельно, неразлучно, неизменно, но при всем этом и не слияно соединение и слияние Божества с человечеством не происходит. Происходит ипостасирование человечества именно Божество, но не не слияно. Итак, они будут запрещать вступать в брак, то есть бросать вызов семье, и мы должны быть к этому готовы. Следующая под тема Павел в этой главе рассматривает вопрос о христианской свободе, это с 4 по 5 стих. Это очень взаимосвязано, если с 1 по 3 он рассматривает вопрос об апостасии, о всемирном отходе от религии и ее ценностей, то следующий вопрос христианской свободы, потому что христианская свобода будет ущемляться именно в период апостасии. Мало кто предполагает, сколько судебных процессов проходит в таких так называемых свободных странах, как Канада, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, я имею в виду судебные процессы и разбирательства против христиан с их твердыми убеждениями, ортодоксальными убеждениями. Это христиане разной конфессии, но когда они отстаивают интересы христианской семьи, христианского брака, христианского воспитания детей, мир восстает против них. И мы читаем 4-5 стих. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. То есть все творение Божие оно весьма хорошо. И попытка синтезировать части творения Бога, богохульная попытка найти частицу Бога, это знамение апостасии нашего времени. Архиепископ Аверкий Таушев пишет «В противоположность лжеучителям апостол говорит, что всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Нет ничего нечистого самого по себе, все может быть употребляемо в пищу, и христианин не должен ничем гнушаться или брезгать как скверным, ибо все созданное Богом хорошо весьма. Призывание имени Божия и молитвенное обращение к Богу перед вкушением пищи освящает всякую пищу». Итак, Божье творение – все весьма хорошо, и то, что Бог в жизни человека создал границы ответственности, это тоже очень важно помнить. Человек не существует сам по себе, он существует в семье, он существует в своем народе, в национальной традиции, он существует в своей стране, и он существует в своей религиозной традиции. Каждый из этих начал человеческой жизни вместе с самой человеческой личностью есть граница ответственности, очерчена рукой Бога. В том смысле, что человек лично ответственен перед Богом за свою собственную личность, за свою семью, за свой народ, за свое отечество земное и за свою религиозную традицию, которая является началом Отечества Небесного. Далее идет тема, апостол Павел дает Тимофею несколько указаний, относящихся лично к Нему и Его учению, а также к тем, кто находился на Его попечении. Стих шестой и до конца. Читаем. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». То есть мы должны внушать себе и своим братьям, что мир, созданный Богом, он создан весьма хорошо. А любые попытки усовершенствовать мир или усовершенствовать, синтезировать человека на уровне Евгеники, это опасное вторжение людей в мир, куда они не имеют права даже заглядывать. Далее. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестие». То есть служитель Христа не должен обращать внимание на сплетни и пересуды. Далее. Восьмой стих. «Ибо телесное упражнение, то есть занятие спортом, мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей». Здесь нету запрета на телесные упражнения, на занятия спортом. Сказано о том, что это мало полезно, но не сказано, что это вредно. Далее, девятый стих и ниже. «Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных». Верных, то есть верующих. Здесь удивляет то, что Христос назван спасителем всех человеков, но прежде всего а наипаче верных, то есть христиан. Таким образом, Бог непонятными путями хочет вести все человечество ко спасению, и мы не знаем, как это происходит, это тайна, но это не происходит вне Христа, ибо Он один есть дверь в мир Божий. И все, которые игнорируют этот вход, они называются в Библии ворами и разбойниками, которые пытаются перелезть в вечное благо Индии. Далее, одиннадцатый стих ниже. «Проповедуйся и учи, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Здесь апостол говорит, что не надо пренебрежительно относиться к молодым христианам, к юным. Все мы были в таком же состоянии, как и они. А далее идут слова «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и чистоте». Вот эти слова, они, как правило, пишутся, ну, не пишутся, скажем так, а устанавливаются на обратной стороне креста в православной традиции. чтобы священники не забывали это наставление для всех служителей, что мы должны быть образцом для верных, то есть для посомых христиан в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Далее. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Каждый христианин должен заниматься чтением, особливо Священного Писания и особливо творений Отцов Церкви. Как в свое время говорил блаженный Иероним, «Тот, кто не знает Писания, тот не знает Христа, ибо Христос есть Слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины». И если мы не исследуем это слово в формате книг Священного Писания, мы чужды Христу и отрешены от Него. Как и сказано в Ветхом Завете, из-за недостатка ведения народ погибает. 14 стих «Не не роди, не роди, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Оказывается, через рукоположение нам посылается благодать священства. Это не просто символическое действие, это таинство. Поэтому и сказано «Не не роди, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». По пророчеству, то есть на основании вернейшего пророческого слова, то есть Писания. «О всем заботиться, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя». Я бы объединил то, что в начале 13 стиха «Доколе не приду, занимайся чтением» и 16 стих «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя». Теперь мы посмотрим, как святитель Иоанн Златоуст толкует слова «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Святитель Иоанн пишет «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Тимофею заповедует заниматься чтением Павел «Послушаем этого все», то есть не только священники, но и миряне «И научимся не неродеть об изучении Божественных Писаний». Вот опять говорит «Доколе не приду, видишь ли, как он утешает его? вероятно и он сам, Тимофей, как осиротелый, искал этого. «Доколе не приду, говорит, занимайся чтением Божественных Писаний, наставлением, взаимным, учением, обращенным ко всем». Теперь вот эти слова «Не нероди, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». По поводу этих слов архиепископ Аверкий Таушев пишет «Это место обличает не правомыслие протестантов и сектантов, отрицающих Богоучрежденность церковной иерархии и таинства священства. Апостол Павел решительно говорит здесь, что священство это есть особое дарование или дар Божий, живущие не во всех, а лишь в избранных лицах и сообщаемый посредством особого действия возложения рук священства под пророчеством можно понимать или особые указания свыше, по которому Тимофей был избран епископом или самые священные слова, то есть писания, которые произносились при его поставлении, самая форма иерархического поставления или молитва, составленная церковью на этот случай, с которой совершалось рукоположение. Конец цитаты. Итак, сегодня отцы, братья, сестры мы сделали обзор 4 главы первого послания к Тимофею. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя.